МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Диалог с властью. Председатель Гомельского облсполкома Геннадий Соловей провел прямую телефонную линию и прием граждан в Ельске. Сбор и заготовка осеннего урожая в самом разгаре. Наши корреспонденты побывали на Мозырской овощной фабрике и поинтересовались ассортиментом осенних ярмарок. Город дружественный детям. Реализация проекта «Семья для каждого ребенка» «Наше воскресное интервью». Подробности этих и других событий в ближайшие 26 минут. Председатель Гомельского облсполкома Геннадий Соловей на этой неделе посетил Ельский район. В программе рабочей поездки руководителя региона, проведение прямой телефонной линии, прием граждан и посещение одного из градообразующих предприятий. Об озвученных проблемах и принятых решениях материал наших корреспондентов. Для кого-то озвученные проблемы могут показаться мелкими, но для тех, кто обратился к председателю облсполкома, на сегодня они, возможно, самые актуальные. Например, выделение земли фермерскому хозяйству, которое намерено заниматься животноводством в более значительных масштабах. Эта тема будет рассмотрена в ближайшие дни. Кроме того, будет проанализирована действующая в районе система транспортного сообщения. Речь в первую очередь о дополнительных рейсах в отдалённой деревне. Сейчас в некоторые из них автобус приезжает только дважды в неделю. Ещё один актуальный вопрос – строительство бассейна. С такой просьбой, кстати, к руководству области сейчас обращаются жители многих населённых пунктов. Непосредственно в Ельске проект спортивного комплекса с бассейном был подготовлен, но построили только один легкоатлетический зал. Сейчас к этой теме обратятся снова. Я прекрасно понимаю, что с 2010 года данный проект находится в стадии нереализации. Потом будем рассматривать вопрос, будем смотреть по следующему году. Я однозначно сказать вам не могу сейчас, что мы прекрасно понимаем, что при формировании бюджета будем всё учитывать и будем изыскивать источники, потому что я прекрасно понимаю, что это не маленькие деньги сегодня стоят. Да, мы всё это понимаем. Мы прекрасно понимаем, что к этому надо идти, и это один из источников здоровья нашего народа. Строительство и ремонт дорог – вопрос, который волнует многих жителей. Валентина Греченко проживает в райцентре в доме по улице Богушевича. По благоустроенности она далеко не самая лучшая. Недавно здесь установили знак ограничения скорости 40 км в час. Но даже с такой скоростью по улице обычно никто не ездит. Во-первых, можно сломать машину, а во-вторых, в сухую погоду из-за пыли практически ничего не видно. Здесь даже бельё высушить на улице нельзя, свой пыль и быстро сведёт на нет все усилия. Председатель облсполкома Геннадий Соловей обещает, состоянию дорог власть будет уделять особое внимание. Начнём по одной уличке делать. Но я вручу, что мы рассматриваем вопрос бюджета развития. Вам давать на бюджет развития, чтобы вы могли сами, без нас, решать свои проблемы. Не напрягают ямки и грязь, по которой невозможно пройти. Нас интересует пыль. Вот нам сегодня пообещал губернатор Геннадий Михайлович, что этот вопрос спустя 27 лет будет разрешён. Мы очень просим всех помочь населению. Здесь живёт очень много детей, в основном дошкольного возраста, больше 40 человек. И именно крайние дома страдают от этого. Всё ли это, когда сухая погода. Мы ждём дождя, как Богу. Посещение Ельского консервного завода тоже в плане рабочей поездки председателя облсполкома. Тогда ещё районный пищевой комбинат начал работу в 1950 году. Сначала здесь выпускали пряники, лимонады, сиропы. Потом дополнили ассортимент салатами, маринованными овощами и соками. В 2004 на предприятии началась масштабная модернизация, что позволило освоить новые виды продукции. Вместе с тем зарплата работников пока невысока. В среднем 530 рублей. Председатель облсполкома убеждён, для того, чтобы сделать работу комбината более эффективной, а зарплаты более высокими, нужно разработать новую стратегию развития. Этот документ, который должен появиться уже до 1 ноября, будет предусматривать целый ряд новых направлений. От начала выпуска соков в востребованных на рынке стеклянных бутылках до использования машин для полива овощей. Это позволит получать урожай даже за осушливые годы, плюс выпуск новой продукции, которая будет пользоваться спросом у покупателей. У нас несколько видов в планах. Мы прорабатываем сейчас переработку замороженного горошка для горошка зеленого консервирования. Также мы прорабатываем вопросы по производству томатной пасты стерилизованной. Одновременно работаем в направлении переработки фасоли. Фасоли в томатной заливке, фасоли с овощами. Ну и мы уже расширили ассортимент и ввели в производство обеденную группу, то есть свекольник, рассольник, щи, борщи, которые пользуются спросом у нас. Олег Сентюров, Олеся Руденкова, Валерий Гопанько. Новости недели из Ельска. Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Мы говорим о главных событиях, уходящих 7 дней. Программа продолжит обзор от службы информации. Заместитель главы администрации президента Беларуси Андрей Кунцевич посетил Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины. Повод для встречи с преподавателями и студентами – единый день информирования. Его тема – перепис населения, которая пройдет с 4 по 30 октября. Главные особенности компании – отказ от бумажных носителей и широкое использование современных технологий. Данные, которые будут получены, повлияют на планирование будущей жизни страны в перспективе. Важная часть встречи – общение с аудиторией. Избирательная кампания – молодежная политика. Заместитель главы администрации президента ответил на все вопросы. В Гомеле состоялось очередное заседание областной комиссии по выборам депутатов Палаты представителей 7-го созыва. Среди рассмотренных вопросов – создание безбарьерной среды для людей с ограниченными физическими возможностями. В нашем регионе чуть более тысячи избирательных участков. В областном центре – 208. Во время заседания озвучивается цифра. Требованиям безбарьерной среды соответствуют 67% из них. В качестве примера приведены условия, созданные в средней школе номер 72 областного центра, в которой располагаются четыре участка для голосования. Специалисты уверяют, в день основного голосования будет обеспечена возможность инвалидам-спинальникам выполнить свой гражданский долг как по месту жительства, так и непосредственно на участках. Кроме того, помогать пожилым людям, маломобильным группам на участках для голосования будут волонтеры. Ричерский район дал старт патриотическому республиканскому проекту во славу общей победы в Гомельской области. В парке Победы райцентра прошла церемония передачи капсул с землей с воинских захоронений периода Великой Отечественной войны. Сбор земли с мест воинских захоронений ведется во всех районах. Затем в области сформируют общую капсулу. 9 мая капсулы со всей Белоруссии поместят в ниши храма памятника в честь всех святых в Минске. Планируется, что там же откроется музей. В Гомельской области стало больше бойцов наркоконтроля. Штат подразделения аналитической разведки управления по наркоконтролю и противодействию торговли людьми расширен за счет введения дополнительных должностей. Это продиктовано реалиями времени. Сейчас торговля наркотиками все больше уходит в интернет. Меры противодействия этому опасному явлению обсуждали на заседании Гомельского горосполкома. Как был озвучен, региональный наркоконтроль усилили сотрудниками, обладающими специальными знаниями в области современных компьютерных технологий. В Гомельском регионе порталом 115 Бел активнее всего пользуются жители областного центра. С начала года от жителей области на портал «Мой город 115 Бел» поступило более 7600 запросов, при этом почти 7000 от проживающих в областном центре. Чаще всего горожане поднимают темы, касающиеся дорожно-мостового хозяйства, уличного освещения, озеленения, санитарного содержания города и водоснабжения. Из всех поступивших запросов уже решено 74%. Областной этап республиканского семейного проекта «Властелин села» прошел накануне в Речице. Участникам предстояло справиться с заданиями семи конкурсов. Организовать семейное подворье, предоставить видеоролик, визитную карточку, семейный праздник или традицию, а также запрячь и распрячь лошадь с телегой, продемонстрировать знания истории и традиций белорусской деревни, проявить спортивную прыть. Согласно решению Генеральной Ассамблеи ООН, ежегодно 21 сентября отмечается Международный День Мира. Во время посвященного этой дате торжественного собрания неоднократно подчеркивается «Беларусь – страна мира, дружбы и согласия». Для страны, которая во время Великой Отечественной войны потеряла каждого третьего жителя, мирное небо над головой – это не просто пожелание. Для достижения этой цели предпринимается многое, в том числе на региональном уровне. Международный молодежный лагерь мира и дружбы, марши мира, чествование человека труда, присуждение звания «Дитя мира». Это лишь некоторые из акций, которые проводит областное отделение Белорусского фонда мира. Кстати, на следующей неделе здесь по традиции планируют поздравить родителей, чьи дети появились на свет 21 сентября. ЮНИСЕФ сегодня работает в 190 странах по всему миру. В центре внимания – авторитетная организация «Забота о детях». На это нацелены все проекты фонда. Однако их эффективность и направленность в каждой стране разная. Она зависит во многом от заинтересованности местных властей. Нашим региону в этом плане повезло. Десятки инициатив уже воплощены в жизнь. Гомель имеет статус города дружественного детям. На днях в областном центре подвели первые итоги проекта «Семья для каждого ребенка». И речь не только о малозащищенных детях, но и родителях, которые воспитывают детей-инвалидов. О проекте благотворительности и не только большое воскресное интервью с главой представительства ЮНИСЕФ в Белоруссии Рошедом Сарваром. Господин Рошед, рад видеть вас в гостеприимном Гомеле. Вот, к слову, гомельчане, самых дорогих гостей, обычно приглашают на экскурсию по дворцово-парковому ансамблю. Признайтесь честно, были ли здесь, как вам комплекс? Вы знаете, это один из обязательных мест, я посещаю каждый раз, когда я приезжаю в Гомеле. И летом, и зимой у него вид потрясающий, аура потрясающая по сезону. Поэтому я не удивлен, что это место для хороших гостей. Детский фонд ООН. ЮНИСЕФ сегодня работает в 190 странах по всему миру. Какова главная миссия здесь, в Белоруссии? Мы здесь работаем с государством, усовершенствовать систему поддержки ребенку. И особенно уязвимую часть ребенка. А вот, кстати, действительно важно, чтобы на государственном уровне, как понимаю, чувствовалась поддержка и заинтересованность. И первое, и второе ощущаете? Ну, вы знаете, Белоруссия является одним из основателей ЮНИСЕФа. И очень активный участник нашего исполнительного комитета в Нью-Йорке. Поэтому отношение Белоруса к ЮНИСЕФу прекрасно. И нам очень приятно, и мне, как глава ЮНИСЕФа в Белоруссии, приятно общаться с людьми, которые понимают важность нашего сотрудничества. Как на республиканском, так и на региональном уровне, в том числе здесь, в регионе. Да, на республиканском уровне прекрасно. И даже на региональном уровне в Гомеле области прекрасное понимание гувернаторам, заместителей. И Гомел является город дружественным детям, подросткам. Это значит, что город особо относится к детям, подросткам и уязвима часть этих детей и подростков. Знаю, на днях здесь, в Гомеле, вместе с экспертами обсуждали ход реализации проекта «Семья для каждого ребенка». Расскажите о его концепции, что удалось уже воплотить в жизни. Мы хотим, чтобы каждый ребенок жил в семье. И вот этот проект, суть такого, что семью оказывает всяческие поддержки, чтобы семья была способна держать детей с инвалидностью при себе. То есть психологическая помощь, образовательная, здравоохранение. То есть мультидисциплинарная поддержка семью. То есть, как понимаю, основная задача – поддержать семьи, где находятся дети-инвалиды? Совершенно верно. Потому что у нас сегодня 4700 детей с инвалидностью находятся в интернатных учреждениях. Наша задача – вот этот поток остановиться, держать детей в семье и те дети, которые в интернатных учреждениях, чтобы они вернулись. Поэтому семья должна быть уютной площадкой, чтобы детей могли жить там. И там часто бывает проблема с родителями, что они недостаточно знающие о проблемах детей. Или, допустим, они оказались попросту один на один с проблемой? Естественно. И им нужна поддержка психолога, поддержка медицинской, социальной защиты. Вот этот проект объединяет всех структур, услуг в одну и направляет на эту семью. Это пилот, который оказался очень удастным в других странах мира. И мы провели этот опыт. Интересно, из опыта работы по реализации социальных проектов, насколько хорошо проявили себя сами белорусы, насколько мы неравнодушны? Вы знаете, вот как раз последние два года мы делали очень большой шаг вперед. У нас есть один из крупнейших банков, PriorBank, предоставил платформу, все инструментария, где самые работники, больше двух тысяч работников банка и еще тысячами-тысячами белорусских простых людей могли привести свою маленькую долю. При расчете пластиковой карты человек какую-то сумму мог потратить на благотворительность. Конечно. Допустим, банкомат PriorBank больше, чем 400. Каждый оснащен с такими вот этими возможностями. Интернет-банк, PriorBank и мобильные приложения. Все способствует, чтобы люди могли участвовать в этом проекте. С миру по нитке, как говорят славяне, сколько удалось собрать за эти несколько лет? Мы в прошлом году собрали больше, чем 100 тысяч. И это все направлено в этом проекте. И я думаю, что проект будет продолжаться, потому что все дети должны вернуться домой. Вот интересно, если бы у вас была в распоряжении волшебная палочка, как бы ей воспользовались? Вы знаете, наверное, он должен был работать каждый день, не один раз. Потому что каждый... Допустим, сегодня мы говорим о детей инвалидности. Я бы сегодня воспользовался, сказал, что все дети... Должны быть здоровыми. Да, здоровыми или вернуться домой и жили. Если вчера это было, то я вчера говорил о ювенальной юстиции. Тогда я бы сказал, что жизнь несовершеннолетних в колониях и закрытых учреждениях было бы легче, чтобы туда не попали. Поэтому эта волшебная палочка должна работать каждый день. У меня желания были бы разные. Господин Рашид, спасибо за эту встречу, за интервью и успехов в делах. Спасибо, Александр, большое. И мне приятно вернуться в Гомель еще раз. На этой неделе в Гомельской области начали работать традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки. Как ожидается, торговать овощами и фруктами на них будут до 30 ноября. Однако при необходимости этот срок может быть продлен. Только в областном центре предусмотрено 11 постоянно действующих площадок у супермаркетов, рыночных комплексов и в спальных микрорайонах. Что предложат жителям региона? И как капризы погоды в этом году повлияли на урожай, а заодно и цены на местные овощи и фрукты? Ответ на эти вопросы искали наши корреспонденты. Самый большой урожай овощей на Мозырской фабрике получили в 2015 году – 1290 тонн. В этом, говорят, будет чуть меньше. Правда, сейчас и структура пассивных площадей немного другая. После анализа ситуации на рынке и подсчета полученной прибыли в хозяйстве решили практически полностью отказаться от огурцов. Если в начале года их выращивание еще приносит какой-то доход, то с середины лета только убытки. Рынок просто перенасыщен этой продукцией. Первый оборот огурца довольно-таки выгодно получается. Там средняя реализационная цена довольно-таки высокая. По этому году составило по нашему предприятию рубль 20. По второму обороту становится невыгодно, потому что у населения, видно, свой огурец появляется. В рынке получается с личных подсобных хозяйств попадает огурец, и цена очень низко опускается. Поэтому нами было принято решение, чтобы больше уделить внимание томату. По томату урожай такой же, а цена держится заметно выше. Что касается помидоров, то их урожай совсем неплохой. Правда, относится это только к продукции, выращенной в теплицах. При непредсказуемых капризах погоды работы в открытом грунте становятся рисковым занятием. Еще один плюс теплиц – только здесь можно получать экологически чистые томаты. Во всяком случае, борьбу с вредителями на белорусских фабриках теперь стараются вести биологическими методами. По урожайности на сегодняшний день мы от прежних годов не отстаем. Но просто был такой июнь, хорошие сборы, июль чуть меньше, август опять пошли вверх. Очень хорошие получили за август 8 килограмм с квадратного метра. Это для нашей теплицы, это много. Плодовые сады в Гомельском районе сегодня занимают почти 290 гектаров. Причем в последние годы эта цифра постоянно увеличивается. Только в комбинате «Восток» посадили яблони на 40 гектарах. Деревья выбираются преимущественно белорусской селекцией. Они местный климат лучше переносят и приносят неплохие урожаи. Правда, в этом году яблок будет меньше, чем в прошлом. Все мы знаем, и тут не надо быть великим ведущим агрономом, что в этом году дерево отдыхает от яблок. То есть в том году его было очень и очень много, в этом году дерево, ну, сами понимаете, это уже природный процесс. На этой неделе в Гомельской области началось проведение осенних сельскохозяйственных ярмарок. Непосредственно в областном центре для них выделили 11 постоянно действующих площадок. Рядом с продукцией, выращенной на частных подворьях, предложения от фермерских хозяйств и сельхозпредприятий. Цены значительно ниже, чем в расположенных рядом магазинах, при возможности большего выбора. На одном пятачке – лук, морковь, перец, помидоры, баклажаны. Кроме того, по субботам и воскресеньям большая ярмарка будет работать на площади Восстания. Ярмарки на сейчас у нас определены сроки – это сентябрь-октябрь. При наличии благоприятных погодных условиях сельскохозяйственные ярмарки будут продлены и в ноябре месяце. Если судить по прошлым годам, то с началом проведения сельскохозяйственных ярмарок цены на фрукты и овощи обычно снижаются. Хоть и сейчас назвать их высокими нельзя. На центральном гомельском рынке лук и морковь – около рубля за килограмм, картофель – 60 копеек, яблоки – 2,50. Это на прилавках частных продавцов. В торговой сети «Потребсоюза» цены, как правило, ниже. Правда, в этом году сдавать выращенные в заготовительные пункты люди, похоже, не спешили. Какая переработка? На переработку даром отдают. Я вообще не знаю, почему они принимают. Лучше самому продать. Я считаю так. Желание реализовывать продукцию самим объясняется в первую очередь не всегда высокими урожаями. В основном это касается яблок. Вообще, в некоторых районах области в этом году был такой засушливый период, когда вырастить некоторую культуру уже и не надеялись. Но в результате все закончилось благополучно. В этом году хуже урожаем, чем в том году. Потому что был очень жаркий июнь, три недели. Мы думали вообще, картофеля не будет. Но потом дождики пошли и начал, наросла картошка. Ну, хорошая, довольно-таки неплохая вот она перед вами. Баклажанчики, перчик. Впрочем, изменение климата на более жаркий имеет и свои плюсы. Во всяком случае, об этом говорят поклонники солнечной ягоды. Сегодня в Гомельской области выращивается несколько десятков сортов винограда. Если бы не относительно дождливый июль, его урожай был бы вообще фантастическим. Что для традиционных культур хорошо, для этой ягоды не очень. Сорта довольно-таки такие, которые подходят для нашего климата. У нас уже температура такая, чем она лучше во Франции. Я бы не сказала. Последний, вот прошлый год вообще была хорошая погода. В прошлом году была идеальная погода для выращивания винограда. Где приобретать свежий урожай? На рынке, ярмарке или в магазине. Выбор покупателя. Однако, как заверяют в Главном управлении торговли и услуг, даже несмотря на капризы природы, проблем с наличием продукции не будет. И не только в ближайшее время. В этом году в стабилизационный фонд планируется заложить 7 тысяч тонн картофеля и 10 тысяч тонн овощей. Этого хватит, чтобы без проблем обеспечивать население до следующего урожая. Для обеспечения потребительского рынка Гомельской области свежей плодовочной продукции в межсезонный период ежегодно проводится закладка продукции в стабилизационные фонды. В настоящее время принято решение Гомельского областного исполнительного комитета, которым определен перечень организаций, которые будут осуществлять хранение стабилизационных фондов. Это порядка 18 сельскохозяйственных производителей. Объемы закладки в текущем году планируется увеличить. И после сбора урожая заложить в стабилизационные фонды. Александр Тюров, Ольга Коновалова, Евгений Макенко. Новости недели. Гомельский областной драматический театр на этой неделе пригласил зрителей на ужин по-французски. Одноименный спектакль по пьесе известного драматурга Марка Камалетти открыл новый театральный сезон. 81-й по счету. Этот год обещает быть богатым на премьеры и фестивальные показы. Советуем следить за афишей. А пока новости с торжественного открытия сезона и другие события недели. Каждый год они ждут отпуск, планируют свой отдых, а как только уходят на заслуженные каникулы, все их мысли обращаются к открытию нового сезона. Речь, конечно же, об актерах труппы Гомельского областного драматического театра. Своих самых дорогих гостей, зрителей, по традиции, они встречались с песней и подарками. Во время торжества одной счастливице вручили сертификат на посещение всех спектаклей, в том числе премьерных, которых, к слову, в этом театральном году будет немало. Информацию о том, какие конкретно постановки увидит гомельский зритель, здесь не раскрывают. Единственное лишь известно, что сейчас все силы театра направлены на организацию фестиваля «Славянские театральные встречи». Его открытие запланировано на 3 декабря. Завершится форум большим торжеством – юбилейным вечером, посвященным 80-летию Гомельского облдрамтеатра. Есть в Зауралье несколько ярких визитных карточек, известных далеко за пределами области. Три обаянистов из их числа. Прославленный коллектив, которому аплодировали в разные годы сцены Франции и Китая, всех крупных городов и маленьких райцентров России, впервые выступил на белорусской земле. И первым посчастливилось познакомиться с творчеством талантливых музыкантов именно с жителем Гомельской области. Небольшой концертный тур включил в себя Мозрь, Калинковичи и Гомель. Повсюду аншлаг. Визит зауральского трио стал возможен благодаря сотрудничеству Гомельской и Курганской филармонии. В свою очередь, музыкальное искусство нашего региона в Курган поехало представлять инструментальное трио «Лирица». Вот такой творческий обмен. Посмотреть на натуральную красоту белорусской глубинки приглашает дворец Румянцевых и Паскевичей. Там открылась выставка Константина Качана «Родимая за Чарованы». В его полотнах талантливо раскрывается поэтическая красота природы, очарование малых городов и местечек с тысячелетней историей, особый колорит жизни сельского человека. В экспозиции есть и идиллические пейзажи, и яркие насюрморты, и зарисовки о крестьянском быте. От них веет теплом и спокойствием, полузабытыми воспоминаниями о каникулах, проведенных у бабушки в деревне. Особое место в творчестве Константина Качана занимает пейзажи Новогрудчины «Малая родина автора». Сам проект «Родимая за Чарованы» путешествует по Беларуси не первый месяц и официально приурочен к году «Малой родины». Евгения Кухаронок, Евгения Маккиенко. Новости недели. На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова